Я влез тут немножко с небольшим вступительным словом в курс. У меня будет такое небольшое обзорное вступление, я надеюсь, я минут за 15 его пробегу. Цель его показать, как бы дать некоторую общую рамку вообще технологии, связанных с тем, где применяется сегодня нейросети в обработке естественного языка. Наш проект он связан в основном с построением диалоговых систем, и буквально пару лет появился такой термин разговорный искусственный интеллект. Раньше вообще, ну то есть вы знаете, что искусственный интеллект такой термин давно много не любили, последние годы в связи с хайпом нейросетевым его снова полюбили, и вот пару лет назад появился разговорный искусственный интеллект. Что же такое разговорный искусственный интеллект и вообще зачем он нужен и кому он сдался? Но это легко понять вот из этой картинки. Здесь видно, что если мы посмотрим на число пользователей мессенджеров, то видно, что уже к 4 миллиардам оно приближается, это активные пользователи. Что значит, что за несколько лет возникла такая среда, в которой люди общаются в текстовом канале коммуникации, и, конечно, компаниям хочется каким-то образом в этом канале с людьми взаимодействовать. Ну, плюс здесь еще смарт-спикеры. Ну, и люди очень любят, вот, например, Китай, здесь впереди планеты всей, оказывается, платить в чате. Здесь посмотрите, WeChat и Alipay фактически вытеснили кэш и вообще все другие формы оплаты в Китае. Это значит, что есть огромный рынок и огромная потребность в том, чтобы вести естественный диалог с людьми в чатах. С другой стороны, если мы посмотрим на проблему, вот сегодня все говорят интернет-вещи, умный дом, как вообще мы этим всем можем управлять богатством через 5 лет, которое у нас будет в доме, там, сотни устройств. Ну, вот обычно это изображается в виде такой картинки, где у нас есть смартфон, и мы на нем что-то будем нажимать, но 100 устройств управлять смартфоном не так удобно. И очевидно, что наиболее естественный способ — это просто говорить, что нужно сделать, и чтобы дом тебя понимал и реагировал соответствующим образом. Это тоже можно сказать под вид разговорного искусственного интеллекта. Что же под ним сегодня понимается, что под этим направлением? Ну, вот базовый вариант — это вот типичная схема диалоговой системы, где у нас есть пользователь, пользователь что-то сказал, это перевелось в текст, попало в некоторый модуль обработки, где мы поняли содержание этого сообщения. Затем мы это сообщение конкретное вписали в историю, в предыдущую историю взаимодействия с пользователем, там есть Dialog Manager, а потом, значит, приняли решение, как же ответить в соответствии с контекстом и в соответствии с текущей репликой на то, что пользователь сказал. И вот эта схема, она где-то так устаканилась лет, может быть, 15 назад. И основной способ был такой, что вот в синеньком квадратике, прямоугольничке, мы используем какие-то machine learning, машинное обучение, всякие статистические методы, а в Dialog Manager это все построено на правилах, где мы решаем по сценарию, что же делать с пользователем. Оказывается, что система не очень хорошо масштабируется, когда правила приближаются к сотне, все это начинает ломаться, правила нужно с собой согласовывать, и, в общем, получается вот такой user experience примерно. То есть бот вам что-то хочет сказать, но вам, может, не очень нравится, но избежать этого очень сложно. И последние несколько лет мы видим огромный прогресс в применении нейросетей к задачам обработки естественного языка. Наибольшие успехи в области машинного перевода. Здесь показана вот та архитектура, с которой началось проникновение нейросетей в машинный перевод. Энкодер-декодер с вниманием нейросетевой. И сейчас это уже трансформеры. Но это дало как бы такое надежду на то, что мы сможем преодолеть проблему масштабируемости в диалоговых системах. Действительно, если мы посмотрим на архитектуру энкодера-декодера с вниманием, наверное, она будет когда-то разбираться на лекциях, я надеюсь, то мы увидим, что мы ее можем соотнести грубо вот с той схемой диалоговой системы, которую я показывал, что у нас есть первая часть, это энкодер. Она соответствует тому блоку, который понимает содержание сообщения. Есть некоторая память, куда сложены эмбиддинги слов. Она соответствует памяти о состоянии диалога. Есть блок внимания с декодером, который отвечает на выбор того, на какое место в контексте мы обращаем внимание. Это похоже на стратегию, на полисе поведения нашего агента. И есть декодер, который генерирует ответ на естественном языке. Но оказывается, что люди пытаются применить эту архитектуру в лоб, но не все так просто, потому что задача поддержания диалога гораздо сложнее, чем задача перевода. Потому что в машинном переводе у нас как задача ставится? У нас есть сообщение, у этого сообщения есть какое-то содержание. Давайте то же самое содержание перепишем другими символами, грубо говоря, на другом языке, другими токенами, другими словами. В диалоге вариативность вот всех возможных преобразований вот этого входного предложения. Во-первых, предложения не одно, предложения несколько. И количество валидных ответов, оно гораздо больше. И системы должны гораздо больше знать, чтобы выбрать правильный ответ. И это основная проблема, с которой мы боремся. Хотя есть вот здесь пример того. Статья достаточно старая, 16-го года, где люди прям взяли и просто разные сделали такие подсети для решения задачи заказа ресторанного столика. И как оказалось, вот справа, если вы посмотрите, есть такая табличка с результатами, где если померить, как вот этот вот модулер, это чат-бот, построенный на рулах, на правилах, а end-to-end это нерасетевой, в принципе, и тот, и другой справляется вот с задачей заказа ресторанного столика, на там 96-97%, 95%, в принципе, сопоставимо. Но оказывается, что нерасетевой бот решает ее быстрее, в среднем за 4 реплики, по сравнению с 4,5 руловым. А главное, что по субъективным метрикам, когда люди оценивали то, насколько естественно происходил диалог, он в два раза лучше, чем руловый. Но это значит, что есть бенефит для каких-то узких задач, нерасетевой бот может обучиться при, ну, при, соответственно, размеченных данных там и так далее, быстрее решать задачу и более естественным путем для пользователя. И это как бы первый тип диалоговых систем, наиболее традиционный, когда есть конкретная задача и нужно по более-менее какому-то формализованному сценарию с пользователем отработать. Более интересная вещь, и та, которая сегодня все больше и больше применяется, в частности, используется в Алисе очень активно, то, что позволяет удержать фокус внимания и вообще заинтересовать пользователей. Это так называемые диалоговые системы, которые не ограничены конкретной областью, open domain или болталки, чат, где есть бот, с которым просто вы хотите початиться. Здесь есть два способа, чтобы эту проблему решать. С одной стороны, это методы, которые основаны на аранжировании возможных вариантов ответа, то есть у нас есть огромные логи, в которых есть сотни тысяч вариантов ответа, и нам нужно построить такую модель, которая под текущий контекст диалога выберет ту реплику, которая наилучшим образом, с наибольшей вероятностью встречалась в обучающей выборке, как продолжение этого диалога. Здесь мы находимся в таком хорошем положении, то, что, в принципе, так как мы знаем все валидные ответы, бот ничего лишнего сказать, в принципе, не может, то есть потому что мы заранее можем отфильтровать вообще эти логи, брать оттуда все то, что мы не хотим, чтобы бот говорил. С другой стороны, мы таким образом некоторую творческую составляющую нашего алгоритма ограничиваем. С другой стороны, мы можем обучить генеративную модель, которая просто выучивает последовательности токенов наиболее вероятные на входящий контекст. Здесь, конечно, гораздо более вариативные есть ответы, и модель может что-нибудь не так сказать, совсем не то, что мы от нее ожидали, но тоже интересно. Большая проблема с оценкой моделей диалоговых. Как их оценивать? Особенно вот такие болтательные. И вот здесь, в частности, мы боремся с этой проблемой. В этом году проводим соревнования, чтобы понять вообще, какие есть подходы к оценке систем и какие есть решения для таких чат-бот-систем. Вот уже второй год на НИПСе мы проводим соревнования Conversational Intelligence Challenge, где разные университеты участвуют. И вот на самом деле получаются достаточно интересные результаты. В принципе, до 20 реплик пользователи готовы общаться с этими ботами, что, в принципе, достаточно неплохо. Как можно решать проблему недостаточности контекста диалога? О чем я говорил, что боты на самом деле сегодня, нейросетевые модели, они плохо по контексту могут отфильтровать будущее реплики и оценить, насколько они подходят под контекст. Они им кажутся все примерно одинаковыми. И кажется, что основная проблема здесь связана с тем, что нейросети видели только обучающую выборку, а когда мы ведем диалог, то в этом диалоге очень много еще завязано на то, что мы, как люди, знаем об окружающем мире, из наших школьных знаний, вообще из нашего опыта нахождения в этом мире. А в нейросетевых моделях этого нет. Вопрос, как это туда можно было бы добавить. И здесь вот сегодня один из наиболее многообещающих подходов, когда мы пытаемся совместить такой старый традиционный подход, связанный с базами знаний, с экспертными системами, с нейросетевыми моделями. То есть мы пытаемся как-то взять некоторое формальное описание мира, которое описывает, что же мир из себя представляет, и замачивать его на тот контекст диалога, который есть, попытаться сделать какой-то вывод, и при этом завязать это с нейросетевой моделью. Мы тоже пытаемся что-то в этом направлении делать. Другой тренд, который сегодня присутствует в этой области, это языковые модели, про них вы тоже узнаете из курса. В общем, просто можно взять модель и предобучить на огромной выборке данных, а потом использовать для решения NLP-задач. И оказывается, что это дает вот… Здесь вот видите, нарисован BERT. Вот использование BERT очень сильно повышает результаты. Что такое BERT, наверное, тоже кто-то расскажет вам. Будет полное берчение. BERT – это такая архитектура гугловая, основанная на трансформере. Трансформер – это такая архитектура, которая основана на self-attentionе. Ну, в общем, точнее, говорит, там multi-head self-attention. Такое, ну, в общем, интересное. Типа ResNet, но для языка, скажем так. И обучается в режиме, похожем на такой, уже можно сказать, что denosing autoencoder, такое построение языковой модели. Очень классная вещь. Ну, хорошо, это было все про исследование. А что же в продакшене происходит? Наверняка вы после курса захотите где-то приложить свои полученные знания. Так вот, активно используются. Вот, как я говорил про китайцев, они на самом деле здесь впереди планеты всей. У них вот в Alimea, в чате есть Alimea Assist. Видно, что в продакшене используются гибридные системы. Здесь вот эти серые квадратики – это то, что относится к машинному обучению. А всякие белые прямоугольнички и ромбики – это то, что относится к захарткожным правилам. И видно, что у нас есть такой пайплайн, где время от времени система либо может дать ответ, либо переключает на оператор. Но самая поразительная вещь, которую я знаю, это такой так называемый social bot, Xiao Ice или Xiao Bing по-китайски. Это маленький лед переводится на русский язык название. Маленькое мороженое, не знаю. Это чат-бот, который создал Microsoft Research Asia. И на минуточку у этого чат-бота 200 миллионов активных пользователей. То есть представляете, да? Насколько… Это просто штука, которая не решает какую-то проблему. Это не ваш суперперсональный помощник, это типа болталка, с которой просто нравится пообщаться. Здесь вот перечислены некоторые скиллы, которые есть у Xiao Ice. Они есть эмоциональные, рациональные, социальные сценарии, персональные. И разработчики очень сильно напирают на то, что важно именно установление некоторого эмоционального контакта с пользователем, эмпатии. И вот здесь показано, что когда в 2014 году эта система появилась, было всего 5, в среднем длина диалога 5 реплик. И уже к 2016-2017 году вышло на 23 реплики в среднем, и пользователи возвращаются к этому боту. Там есть очень куча вот фичей, про которые я показывал. Например, он может, если ему кинуть картинку, он может пошутить как-нибудь. То есть ты ему кидаешь такую картинку, он говорит, может мне тебе помочь ее удержать? То есть видно, что он, в принципе, достаточно может генерировать интересные шутки. Я не знаю, насколько это часто происходит. Может, они, конечно, отобрали самое интересное. И всего есть одна картинка, на которой он что-то может разумно пошутить. Этого я не знаю. Я с ним не пробовал общаться, он только на китайском языке, к сожалению. Но вот, например, он здесь может посочувствовать. То есть если ему какую-то кинуть травматическую картину, он пытается сказать, там, пожалеть тебя или как-то тебе посочувствовать, что как раз позволяет установить такой эмоциональный контакт. Эти боты такие сложные, они состоят из множества навыков, которые работают в параллель. Вот здесь показан диалог и как различные модули этого чат-бота или навыки переключались. То есть вот здесь он чатился, потом он отвечал на вопрос, опять чатился, искал картинку, рекомендовал, отвечал на вопрос, чатился. Более того, они оценивают сентимент в процессе диалога и пытаются, например, если пользователь находится в некотором негативном состоянии эмоциональном, перевести его в позитивное эмоциональное состояние. Так у них есть много логов, и они могут предсказать реплики, которые повысят вероятность в будущем появления именно реплик с позитивным сентиментом. Но он может по картинкам писать стихи и даже опубликовал целый сборник стихов. Это, видимо, такая пиар-компания Microsoft в Китае, все очень замечательно. В целом можно выделить такие тренды, что если мы посмотрим, то существует, как я сказал, два основных подхода, это чит-чат и таск-ориентед, и они постепенно конвергируют, когда чит-чат идет от sequence-to-sequence нейросетевых моделей, включая контекст, и к моделям, которые на некоторые внешние знания завязаны. И таск-ориентед идет, что у нас сначала есть для узкой области, сингл-домейн, таск-ориентированная система, цели-ориентированная система, потом мульти-домейн, а потом, когда этих доменов становится очень-очень много, то фактически наша цели-ориентированная система становится такую многоцелевую, практически открытую систему, и можно сказать, что эти два подхода когда-то там на горизонте лет 5-10 сольются в единым целом. Если подытожить текущее сегодняшнее состояние, то мы видим, что у нас есть область разговорного искусственного интеллекта, суперсильно быстро развивается, все используют дип-ленинг, данных полно, давайте учить, все это обучим. Текущие решения в продакшене гибридные, сочетают рулы, классические мейли и нейросети, много скиллов, используются языковые модели, много датасетов, но очень нужен общий разумный смысл. Теперь пару спекуляций от меня, это как бы не прописано в каких учебниках, это мои выдумки, абсолютно надеюсь, что вам будет интересно, попытаюсь их за три минуты закончить. Какое же будущее может быть у разговорного искусственного интеллекта? Если посмотреть на кривую хайпа Гартнера, то здесь видно, что то, что относится к разговорному искусственному интеллекту, оно выделено желтеньким и синеньким, оно сейчас как раз на самом пике, и возможно как раз через несколько лет принесет свои плоды, но сейчас это очень горячая область. И вообще, если мы посмотрим на, у них есть более подробный анализ области искусственного интеллекта, в 2018 году здесь видно, что технологии, связанные с виртуальными помощниками, которые могут общаться на естественном языке, такие как распознавание речи, чат-боты, виртуальные ассистенты, разговорные интерфейсы, это все технологии, которые Гартнер относит к тем технологиям, которые высоко трансформационны с точки зрения экономики, и в конце концов, правда, у них там более чем через 10 лет даже приводит это все к общему искусственному интеллекту. Но что мы видим сейчас, если мы будем аппроксимировать эту картинку? Вот у нас есть Amazon Alexa или там Яндекс.Станция, и фактически интересная картина. Если до этого меня бы спросили лет 10 назад, но если большинство людей спросить, как возникнет искусственный интеллект, то бы сказали, ну какая-то большая корпорация или научные лаборатории, то есть Яндекс или там физтех или МГУ, или там какой-то секретный институт разработает искусственный интеллект, который станет почти похож на человека, и именно так произойдет возникновение искусственного интеллекта. Но кажется, что, судя по тем трендам, которые мы видим, все будет совершенно по-другому. Если, например, посмотреть на Alexa, то окажется, что очень много интеллекта Alexa добавляют именно скиллы, которые устанавливают пользователи, которые разработают третьими сторонами. То есть у Alexa есть какое-то ядро, платформа с базовыми навыками, ее создает Amazon, но фактически значительную часть интеллекта в эту Alexa добавляют третьи стороны. Это очень интересный тренд, это значит, что, скорее всего, у нас не будет высокой монополии на искусственный интеллект, потому что очень большая часть этого искусственного интеллекта будет создана различными компаниями, возможно, даже очень маленькими или отдельными людьми вообще. И другая интересная параллель здесь. Кто из вас знает, кто такой Марвин Мински? Я в последнее время опрос провожу. Можете поднять руку? Так, но все-таки есть гораздо больше, чем в последний раз, кого я видел. Марвин Мински — это один из отцов искусственного интеллекта, и он предложил такую замечательную теорию, называется Society of Mind. Смысл этой теории в том, что мозг человека — это целое общество когнитивных агентов, которые возникли в процессе эволюции, эти когнитивные агенты, каждый из них решает какую-то свою задачу. И это очень прикольно, это похоже как раз на то, что происходит с Alexa, когда у нас есть куча когнитивных агентов, навыков, которые решают какие-то определенные задачи пользователя, а Alexa их объединяет. Очевидно, что это еще не совсем похоже на такую целостную личность, но видно, что тренд скорее в оправдании прогнозов Марвина Мински. Окей, какое наше место в этом будущем? Многие из вас, наверное, видели вот эту картинку знакомую, но может кто-то и не знаком. Вот я, например, помню с юности вот эти замечательные вещи, еще хочется набрать формат С после того, как такое возникает. Но сдерживаешь себя все время. Что мы хотим сделать? Мы хотим создать в нашей лаборатории и в рамках нашего проекта новые DOS. Но только DOS не дисковая операционная система, а диалоговая операционная система. То есть некоторый слой, который позволит людям запускать и разрабатывать, разрабатывать и запускать своих диалоговых агентов. Значит, есть такая замечательная национально-технологическая инициатива, и в рамках этой инициативы она профинансировала создание open-source библиотеки в качестве инфраструктуры, чтобы российские компании использовали этот open-source, называется библиотека Ди Павлов, как раз библиотека для разработки диалоговых систем в своих продуктах для выхода на глобальные рынки. Соответственно, здесь у нас есть физтех, где мы делаем какие-то исследования, наработки пытаемся внедрить в эту библиотеку, используем также уже открытый код, который есть для того, чтобы их поместить в некоторый фреймворк и сделать их удобными для быстрого прототипирования и разработки диалоговых систем. И проект финансируется Сбербанком. На основе open-source мы для Сбербанка делаем набор сервисов, которые внедряют свои продукты. Но эту картинку я, наверное, пропущу. Не так важно, где мы находимся в стеке технологий. Но идея нашей библиотеки примерно такая, что вот у нас есть, если мы хотим собрать некоторого агента, некоторую диалоговую систему, там есть набор навыков. Для каждого набора навыков нужна своя комбинация некоторых моделек. В нашей библиотеке есть вот эти модельки, и есть некоторый фреймворк для того, чтобы эти модельки собирать в навыки, а из навыков собирать агентов. Ну, соответственно, такая архитектура. Агент состоит из навыков, навыками управляет скилл-менеджер. Вот эти скиллы состоят из отдельных компонентов, связываются с чейнером. Все это конфигурируется более-менее удобным способом. Что мы сейчас можем? Я подробностей не буду рассказывать. Если интересно, есть публикации, можно найти, прочитать, там есть бенчмарки. Ну, вот, например, мы так протестировали перед Новым годом, как, если взять 100 вопросов из датасета 3VQA и 100 вопросов, которые толокеры задали по Википедии на английском языке, и посмотреть, насколько хорошо отвечает наш компонент из нашей библиотеки, Google Assistant и Amazon Alexa. И оказывается, например, что если это вопросы, которые были заданы по Вики, то здесь мы, в принципе, похоже, лучше, чем Amazon гораздо. То есть, смотрите, здесь зеленым показано количество правильных ответов, красным – количество неправильных, а желтых, когда отказался от классификации. В принципе, у нас видно, что больше правильных, чем у Google, но и больше неправильных. Там, в принципе, если порог подобрать, там есть у модели уверенность, если подобрать порог, то будет ровно то же самое, что у Google. Но лучше, чем у Amazon. Но если взять вопросы, которые люди заданы не по Википедии, то все гораздо хуже. Смотрите, практически никаких хороших ответов у нас нет, хотя Google практически его качество не изменилось. То есть, есть над чем работать, и здесь мы надеемся, что вот это применение баз знаний, таких как Викидата, например, поможет нам и здесь догнать Google. Но вообще, вчера у нас был юбилей. У нас библиотека год назад, ровно 5 февраля, была опубликована, был первый релиз. Здесь показано снизу график. Это число звездочек на GitHub. Слева это число пип-инсталлов. Значит, за полгода 23 тысячи пип-инсталлов, и сейчас порядка там 2 600 звездочек на GitHub. То есть, в принципе, видно, что пока библиотека интересуется, ставят звездочки и скачивают. Значит, соответственно, если вы DeepPavlov и AI наберете, то вы зайдете на сайт библиотеки, и там все найдете замечательно, интересное. А здесь вот это вчера мы отмечали как раз день рождения. Наша скромная часть коллектива, здесь не все, а половина, наверное, народа. И если у кого-то возникнет желание по мере прохождения курса как-то поучаствовать в работе нашей лаборатории, вообще подробнее узнать о проекте, пишите, вот начну этот адрес. Ну и можно просто к Владу или к Леше обращаться. Спасибо за внимание.